Отец, просим Тебя об этом дне, чтобы Ты дал силу Духа Твоего Святого, чтобы Он вдохновил нас и вел нас, и когда мы будем изучать Твое Слово, Ты дал нам свое понимание, так, чтобы мы смогли расти в познании Тебя и служить Тебе так, как угодно, Тебе. Во имя Ишуа. Аминь. Окей, мы остановились в 13 главе, Луки. И мы будем взглянуть в 13 главе, в 6-9 стихе. Это история о смоковнице. Один посадил в винограднике свою смоковницу, и пришел искать на ней плода, и не нашел. И сказал в винограду, вот третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее. И обложу навозом. И если она берет плода в следующем году, то хорошо, если не, то мы ее срубим. И если нет, то в следующий год срубишь ее. Из этих стихов мы видим, насколько Бог терпелив к человечеству. И терпелив к путям человеческим. И смоковница, которая никакого плода не дает. Но смоковница, метафора, которая постоянно повторяется в Ветхом Завете. И что Бог ожидает от нее плода. Это возможно благодаря праведной жизни и благодаря тому, что вы говорите истину другим народам в мире. И как и текст из Исаия 49 главы. 6 стих 49.6 И он сказал, Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. И этот текст подтверждает, о чем говорил Ишуа. То цель его для Израиля, для евреев, чтобы они были светом для народов, также светом для своего собственного народа. И от самого начала Божий план спасения был направлен ко всему человечеству. И хочет он, чтобы народ, все люди пришли к познанию Его. И здесь он говорит тоже послание тем, которые уверовали в Него. Так что мы будем жить, и это будет показывать на спасение, но также на ту чистоту, которую Он хочет от нас. Поэтому снова тот человек, который заботится о винограднике, даже спрашивает, просит его, дай мне еще один год. И можно даже спросить, закончился ли этот еще дополнительный год? И закончился ли год, и отрезан ли израильский народ? Иногда такой аргумент используют в теории замещения. Но из Писания мы видим, что это вовсе не так. И также можете записать другие отрывки, и сами прочтете. Иеремия 31, стихи 34 и 36. И в Новом Завете, когда Павел говорит, да не будет так, и что, да не будет так, что израильский народ будет отвергнут или отрезан. Текст из Романс 11, 1-2, и стихи 11-12. Те, кто остается в связи или в единстве с Мессией Ишуа, приносит плод. И Бог сохраняет Израиль в целостности до тех пор, пока весь Израиль спасется. Романс 11, 26. Римлянам 11, 26. Затем, 19 стих, история о зерне горчичном. Игорь. Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человека, посадил в саду своем и выросло и стало большим деревом. Мы знаем, что это сравнение с Царством Божьим. И в Писании есть много таких иллюстраций, которые показывают нам, на что похоже Царство Небесное. И здесь Он говорит, это похоже на очень маленькое зерно. Даже если это зерно очень маленькое, оно может вырасти, стать большим. В некоторых периодах говорится наименьшее зерно. Хотя горчичное зерно очень маленькое, факт тот, что в мире это не самое маленькое. И для того, чтобы получить вдохновение от Бога, не должно быть обязательно так, чтобы Писание всегда соответствовало каким-то природным законам, либо природе. Потому что, если взять времена Ишуа, возможно, для них это было тогда самое маленькое зернышко. Это просто пример, как Бог использует культуру и тот век, в котором живут люди, для того, чтобы Бог доносил свое послание. И слово обычно обращается на языке человеческом или понятном для людей. И также мы знаем, что горчичное зерно никогда не вырастает в дерево. Но также мы знаем, что через особенное вмешательство Бога что первые могут стать последними и последние станут первыми. И Бог может сделать так, что посаженное горчичное зерно вырастет очень большим. Таким образом, Он может превознести или вознести нежеланного и смиренного Мессию. И Ишуа обращается к образам Езекииля. Езекииля 17, 23-24. И Езекииля 31, 6. Также вы увидите в Даниила 4, 9-11. И должны понимать, что есть отрывки в Писании, которых птицы, это является параллелью различным народам этого мира. Таким образом, из этого текста и мы видим, что Царство Небесное почитает Ишуа, отверженного Мессию, и что народы этого мира найдут защиту в нем. И в этом отрывке постоянно Ишуа приводит примеры. И в 28-м стихе там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Якова и всех пророков в Царстве Божьем от Себя изгоняемыми вон. И этим Ишуа пытается разбудить тех, которые думают, что благодаря своим добрым делам и своему еврейству они войдут в Алам Хаба. И этими словами, примерами он пытается донести, слушайте, время очень приблизилось. Возможно, не в том плане, что мир закончится, но в том плане, что у каждого из нас ограниченное время здесь на земле. И как только это время завершится, уже слишком поздно. И Ишуа пытается пробудить людей того времени. И то, что они думают, что им поможет, как они думают ввести в Царство. Глядущее на самом деле не обязательно это правильно. Не только в мессианском иудаизме, но и в нон-мессианском иудаизме есть небольшой земле для такой надежды, что эти вещи могли нас ввести в Царство. И не только в мессианском иудаизме, но и в обычном иудаизме не дает слишком много надежды на тот факт, что это поможет пройти на небеса. Это правда, как говорит Мишна, что весь Израиль имеет часть в Олам Хаба. Но также в последующем материале можно увидеть множество тех категорий людей, которые будут исключены из Олам Хаба. И также это подразумевает, что у всех израильтян есть особенная возможность быть в этом мире, в будущем. И они могут потерять это, если не будут исполнять свое призвание. В Римлян 3, 1-2, вот как это Павел говорит. Римлянам 3, 1-2. Какое преимущество быть евреем? В чем преимущество быть обрезанным? Много и в различных аспектах. Великое преимущество. Наипаче в том, что им верено Слово Божие. В римлянам 3, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит, ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. И нам нужно понимать, что у нас есть привилегия и возможность передавать это послание. Но если у нас не получится это, не только на словах, но и на делах, то вполне возможно и то, что мы не достигнем то, чего, как мы думали, достигнем. И ни один вид евдоизма не предложит такой вариант, что Бог спасет его и будет смотреть сквозь пальцы на его грехи, и что человек в то же время не доверяет ему. И вера в Ишуа, доверие в Ишуа, это то, что решает проблему греха. Это единственный путь. И это послание Ишуа постоянно говорит. В 35 стих С 34-го начнем. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотелось собрать чат твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляются вам дом, ваш пуст, сказываю вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, благословим, идущие во имя Господне. Что это значит, что Бог оставляет ваш дом? Okay. He's leaving it desolate, as is clear from the use of the word house in Jeremiah 22, verse 5. И это, как он оставляет дом в запустении, как в Иереме 22, 5. Ишуа is alluding to this here, but he is not speaking here about the temple destroyed 40 years later. by the Romans. И здесь Ишуа не ссылается на тот храм, который будет разрушен через 40 лет. But he's talking about the future generations of Israel. Но он говорит о будущих поколениях израильских. Who will be desolate of salvation so long as they seek to achieve it by themselves. И они будут лишены спасения, будут пытаться достичь его своими силами. и эту идею еще пытаются донести тем, которые спорили с ним. И если вы будете продолжать так же мыслить и идти этим же путем, то Бог оставит вас там. И скажет, хорошо, если так хотите верить, то хорошо со мной. Сами решите. То есть выберите для себя, попытайтесь сами. И часто Бог делает это с нами. Он оставит нас в какой-то ситуации, потому что мы пытаемся решить что-то и своими силами сделать. и не смотрим на него как на источник свободы, как на источник решения. Оставляется вам дом ваш пуст, поскольку вы не принимаете вашего Мессию. Окей. Некоторые используют это как proof или как что-то что-то они говорят относится к теологическому идее. Это было создавано позже в церкви и 教ает , что Бог не интересен в теорию people as such. Это развилось уже позже в истории церкви и учение о том, что Бог больше не заинтересован в Израиле. Но Yeshua продолжает традиционно корпоративное спасение. Что? Извините, Yeshua здесь в заявлении продолжает традиционно корпоративное спасение. корпоративное спасение. И Yeshua здесь продолжает традицию Танаха о коллективном спасении. И это произойдет, когда Израиль как один народ благословит Мессию, который грядет во имя Адоная. И очень ясно, что в контексте это говорится о самом Ишуа. И тот факт, что Ишуа не возвратится, пока Израиль не принимает это национальное спасение, должно стать сильным мотиватором, чтобы сказать Евангелие еврейскому народу. И мы всегда говорим о различных событиях, которые должны произойти до его возвращения. Один из тех фактов то, что Евангелие должно распространиться во все народы. Но мы не очень далеки от достижения этой цели. однако есть еще некоторые языки, которые не переведены на Библию. Но уже достигнуты многие люди. есть один очень важный факт, которым говорит Иешуа как пререквизит к его возвращению. то, что его люди его узнают и скажут благословен грядущего имя Господне. И хотя сейчас происходит пробуждение в Израиле, нам следует дальше трудиться ради этого пробуждения среди народа. Не только в Израиле, но и по всему миру. Я получил некоторые статистику о том, как распределено еврейское население по всему миру. Собой я не взял ее. Но я recently или просто before I came here I was for a few days in Hungary. Now the official figure for Hungary is around 50 thousand Jewish people still in Hungary. But when I was talking to many people there, they said this figure is far too low. And when I talked to many people said this figure is far too low. The general opinion amongst the Jewish community there is that there is at least 200 thousand Jewish people still in Hungary. And most of those are unreached with the gospel. I was challenged and I'm preparing myself to take up the challenge and to reach out to them as well in whatever way I can. The official figure for Russia is around 250 thousand. But by my own knowledge I think that this figure is far too low. But from my knowledge I think that this figure is far too low. There is a reckoning that there is somewhere between one million and two million Jewish people still left in Russia. there is a there have been prophetic words in Finland and many are expecting a great outflow of Jewish people from Russia. And in many places there have been preparations made for at least one million Jewish people. The idea being that many would have to flee from Russia through Finland and then go back to Israel. I know of many places which are completely ready with beds with everything that's in there. I know of many places which are completely ready with beds You're just waiting for that moment. And when that happens it will be a wonderful thing. And it will signify I think greatly much closer the closer coming of the Messiah. And it will signify I think greatly приближающиеся пришествия Мессии. We need to move on otherwise I'm not going to get finished today. We need to move on I'm not going to get finished We move on to chapter 14 14 and verse 14 How blessed you will be that they have nothing with which to sorry am I getting the right verse here resurrection of the righteous Yeah, okay, yeah How blessed you will be that they have nothing with which to repay you for you will be repaid at the resurrection of the righteous and the resurrection of the righteous of the unrighteous Okay, there is a clear definition between the resurrection of the righteous and the resurrection of the unrighteous There is a very big difference between the resurrection of the righteous and the resurrection of the righteous both in the renewed covenant scriptures and also in the Tanakh Как в новом звете так и в Tanakh In a Tanakh you can look in Daniel 12.2 In a Tanakh you can look in Daniel 12.2 Let's look at Daniel Where is dear Daniel here? Daniel 12.2 Where it says Many of those sleeping in the dust of the earth will awaken Some to everlasting life and some to everlasting shame and abhorrence It's extremely interesting to look up many of these instances so that we understand that the things that we understand from the renewed covenant scriptures are also to be found in the Tanakh And we see also here in Luke from 16 Luke 16 26 26 Okay In verses 26 to 33 Chapter Luke 14 We have this If anyone comes to me and does not hate his father his mother his wife his children his brothers and his sisters Yes and even his own life besides he cannot be my Talmid or my disciple If anyone If anyone comes to me and does not to me and does not son of a 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 And up until verse 33 there are well Whoever does not carry his own execution snake and come after me cannot be my Talmid And then we have the story about sitting down and calculating the cost before you begin And later and from 31 we have the king who is going to wage war Doesn't he also sit down and consider before he does it But let's go back to If anyone does not hate his father and mother and wife children This would seem on the first when you look at it in the first place it would seem very hard And it's often misquoted It's made They try to make the case that Yeshua is a cruel madman And they are trying to say that Yeshua was kind of jacked and hard But the key to this warning is of course the phrase and his own life Но ключевая фраза в этом стихе также говорится о своей жизни. И тема этого стиха не отделение от своей семьи, но цена ученичества. И нам нужно посчитать эту цену. И нужно понимать, что не всегда будет легко. Ничто, не любовь отца матери, либо любовь к своей жизни и должно занять место в верности Богу и Его Мессии. И в 33 стихе должен отречешиться от всего, что имеет. Был один Дитрих Бонхофер, один человек. Он был нацистами заключен в концентрационном лагере и потом расстрелян в 39-летнем возрасте. Буквально за пару дней до окончания Второй мировой войны. Он написал книгу под названием «Цена ученичества». И он сказал, что нету дешевой благодати. Нету розового такого, так сказать, дороги, устеленной или насаженной розами, которая ведет на небеса. И также то обвинение, которое евреи предоставляли христианам, либо чем обвиняли христианам, то, что они проповедуют дешевую благодать, дешевая Евангелие. И некоторые христианские теологи, тем, что делают слишком большой акцент на Божью работу, Божье дело, и не слишком обращая внимание на то дело спасения, которое совершает человек, еще больше вносят доказательств такому аргументу от евреев. И этот стих является антидотом. И чтобы следовать Ишуа, нужно сказать «нет» своему «я». Чтобы поместить желание Бога превыше своих желаний, своих чувств и каких-то побуждений. И взять свой крест, свое орудие убийства, на котором тебя убьют. И Бонхофер сказал это так. Когда Ишуа призывает человека, то Он призывает его прийти и умереть. Это последствия того, когда человек всем своим сердцем следует за Ишуа. Примеры этого мы можем найти в Матфея 16, 25-26. И мы должны осознать, что Бог должен оставаться первоначальным, первостепенным в нашей жизни. превыше всяких позиций, статусов и социального положения. И вера в Ишуа как Мессия это больше, чем просто признать факты о его жизни. Делаем перерыв.